Всем доброе утро! Сделали кофе на завтрак и у нас сегодня шаурма. Я вообще-то планировала сегодня творожок покушать, но захотели шаурму с утра, я решила не отставать. И еще сырок, картошечка. Всем доброе утро, всем приятного аппетита, ктакушек вместе с нами. На обед я сегодня буду тушить капусту, вначале у меня будет обжариваться мясо, лук репчатый и помидорка. Пока все будет тушиться, я буду шинковать капусту. Хотим сегодня покататься на ватрушках, но не знаю, посмотрим. У нас еще в планах сегодня доукрашать дом к Новому году, потому что вчера мы только нарядили нашу елочку, здесь много украсили вот на кухне, гирлянда. У нас сейчас обед, на обед я сегодня отварила два гарнира, гречка и макароны. Я буду гречку и потушила капусту с мясом, очень-очень вкусненько. Миланка захотела слить и макароны, мы с папой будем гречечку. Я обожаю, кстати, гречку. Сейчас собираемся, я делаю макияж. Нанесла сейчас вот такую сыворотку, это корейская сыворотка для лица, очень хорошо питает, увлажняет кожу. И в сыворотку я добавляю масло, рисовое масло. Оно нереально круто питает кожу. Особенно сейчас на улице, когда морозы, кожа быстро очень сохнет. Я добавляю это масло, и на самом деле очень-очень классное средство. И сейчас уже нанесла вот такой вот крем. Это от фирмы Nixit. Мне он очень нравится, так как этот крем два в одном и питательный увлажняющий, плюс здесь уже добавлена тональная основа. Она очень классно переливается. Не нужно уже пользоваться тональным кремом. Это вот от миксит. Вот это масло рисовое я добавляю и когда умываюсь вечером, когда наношу вечерний крем или сыворотку на лицо, а иногда и сыворотку и крем на лицо. И добавляю вот это вот рисовое масло, буквально две капельки. Эффект очень-очень классный. Я, кстати, сейчас себе нанесу вот эти вот тени. Еще раз затестирую их, но сделаю не так ярко, как буду делать, планирую делать на Новый год. Макияж более такой сдержанный макияж сейчас сделан. Очень-очень хочется их еще раз протестировать, как они будут смотреться. Слушайте, но эффект сияния потрясающий. Милана тут делала какие-то свои поделки, сейчас наводит порядочек. Только включили мы гирлянды, посмотрите, какая красота. Просто невероятно. Новогодняя атмосфера. Все-таки новогодняя елка создает нереально крутую новогоднюю атмосферу. Посмотрите, какая невероятная красота. Очень красиво все переливается. Посмотрите, какие шикарные игрушки. Зимняя сказка, да? Кстати, спрашивали про вот такие бокальчики, мы их покупали в Метро. В Метро на самом деле очень много интересных игрушек новогодних. Мне вообще нравятся игрушки новогодние Метро. Обе там прям такие, знаете, необыкновенные какие-то игрушечки, необычные. И каждая игрушка по-своему очень-очень красивая. Миланка любит делать вот такие пакетики, но это типа тики-токеров, да? Нет, это Новый год. Оно новогодний, но типа-то. Ой, давай ты будешь с одной стороны, я держу, а ты открываешь. Я открываю? Ну ты тяни, да. Давай. А, вот так вот? И там какой-то сюрприз. Да. Наверное. А, может и вообще нет? Может быть ничего надпись, ничего. Угу. Вот у нас надпись какая-то. Ну-ка. Какая? Я порвала ничего. Понятно. Ничего не. Миланка сама, кстати, писала. Молодец. Я порвала. Классно, я порвала. Мы себе, кстати, с Миланой писали диктант. Да, Милан? Да. 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 И во всем диктанте Миланка сделала 4 ошибочки. Я считаю, что это очень хороший результат. Я хочу еще чуть-чуть. Мы в школе еще, конечно, не пишем никаких диктантов, но так вот сами периодически пишем. Милан, давай-ка я собираюсь, потом и будем это открывать. Ну, давай один. Ну, последний Милан. Давай, глазик. Давай, открывай. Конечно, есть ошибочки, но... А-а-а-а. Здесь уже глаз. Ой. Такая ушка. Кто нашел ошибочки у Миланки? В смысле? Пишите. Какие ошибки. Вот, допустим, скрипла шея. Ничего. Какую-то ошибку увидела. Крепушу. Вместо ИЕ. Скре. У тебя скрип. Ну, ничего страшного. Вот это вот. Так, ну, мы это не открываем. Да. Все, в общем, у нас вот только тут у нас. Я буду его сейчас клеить. Мы сейчас, Лика, начинаем украшать дом к Новому году. Будем сейчас переделывать наши свечи, точнее подсвечники. Будем делать их, декорировать с помощью вот таких вот золотых блестков, блестюшек. И с помощью вот этого обычного лака для ногтей. Ну, собственно, на лак мы будем клеить... Листяшки. Листяшки, да. А еще у нас здесь очень много всего новогоднего. У нас здесь открыточки, которые нам пригодятся для подарков. Мы сегодня еще подарки упаковываем. Ну, мы уже практически все упаковали, но... Золотую бумагу. А, да. А еще у нас там очень много красивых фариков. Ну, это мы сейчас будем расставлять и показывать. Да, смотрите, какие они красивые. Я так люблю вот такие вот шары новогодние. Ой, здесь какие батарейки. А зачем? Какая разница? А, тут маленький. Ты поменять, да, хотел? Ой, есть работа, нормально. А можно я? Ой. Пряник имбирный. Пряник. А можно вам помогать? Ты моя умничка. Помощь мне, да. Сейчас мы начнем делать свечки. Давайте, послушайте. Да, еще наши... А перед здесь вода. Мне кажется, оттуда. Я сейчас наклони, у меня тоже руки. У меня ручка потекла. Походу, где-то протекает. Нет? Смотри. Класс, вообще. точно нет здесь протекает больше нечем утеть у милан милан два руки не мокрый нет странно может от этого откуда вода была тогда непонятно я уже думала что шар протекает будем делать не милашка доделаем свечи пусть они потом подсыхают а мы будем украшать дом я еще кстати смотрите и вот эту часть тоже таком прохожусь мортики смотрите как получается красиво не надо делать прям ровно только шарики про каш прокрашивать если где-то в алайзе чуть-чуть дальше то это наоборот прикольно но я например не люблю прям ровно такие границы так один дедушка мороз у нас под елочкой будет стоять кстати мы сейчас все эти коробки будем упаковывать в подарочную бумагу и 1 дедушку мороза мы повесили на окно у нас ползает вот по вот этому канатику так с колокольчиком и вот так вот у нас получили свечи посмотрите как россию скажи прикольно вообще как будто другие свечи лика уже тут поставила наши новогодние шары вот это наш тигренок ну и тут много-много разных новогодних декоров мой какой очень приятный цвет теплый вариант мы покупали до блинте мы покупали ты помню 3 метра сам я шпай мне нравится кстати она вот именно для такого декора очень подходит потому вот именно на леске и и как бы установишь да как удобно тут я можно много вот такая красота кстати вот гирлянды они всегда придают прям вот такую праздничную атмосферу до новогоднюю я еще даже люблю когда на 8 марта гирлянда светится на самом деле гирлянды убираем очень и очень поздно иногда вообще не убираем а вот здесь вот такие вот шторы мы практически их не убираем и знаете через карниз перекидываем и сзади крепим чтобы туда-сюда в общем снимать аналитином стали мы никогда не убираем мы еще думаем вот этого гномика куда поставить орхидеи убрала нет орхидеи не убираем значит на твой рабочий стол на рабочий стол а у нас еще маленький вот его можно сюда поставить нет вот здесь вот как раз таки хорошо здесь не будет он мешать не будет мешать не будет беситься да вот там особо нет ты ходишь к орхидеи да зато подвесь здесь все немножко а если под елку поставить кстати дедушки мороза ну-ка ставь посмотри смотри мне кажется идеально мы сейчас этикетку там уберем и нужно фонарики поменять батарейки а еще у нас вот такой вот гномик мы кстати вы покупали в обе гномика такой шапочка вязаный классный наш пока не дергает а так вот этого гномика тоже поставим сейчас еще у нас есть вот такой вот такая вот совушка милана сегодня написала письмо точнее дописала письмо дедушки морозу и сказала лика пиши и какая-то не дедушка мороз не то такие желания не будет исполнять в общем правильно раз она не хочет да да так я сейчас у нас закончился красный чай смотрю если не будут красного чая то какой-нибудь другой надо часть это разместитесь у нас красная поляна зеленый здесь зеленый черный с бергамодом здесь такого сабли мыло вот такой с облепихой и травами кстати вот этот чай очень вкусный очень полезный саблепиха облепиха вообще смотрите очень полезная ягода укрепляет иммунитет вот делает эластичными стенки сосудов и кстати смотрите облепиха замедляет старение кто хочет быть молодым нужно такой чайок значит здесь смотрите и листья и сами ягоды облепихи корень имбири цедра лимона еще и календула так но этот саблепиха у меня есть ужас вот он красный чай это ликен любимый чай это с малинкой черный вот этот вот это с малиной а еще это с бергамодом а вот это черный часть липой это зеленый жасмином это травяной чай красная поляна у нас есть еще вот такой вот такой вот чай но это чай именно для заварки для чайника чем заваривать на 800 миллилитров кипяточка один пакетик здесь вот так в индивидуальных упаковочках вот так вот выглядит он и заливаешь именно в такой большой чайничек в среднем вот 800 миллилитров кипятка минут 8 настаиваешь и очень вкусный ароматный чай готов тоже на травах они у меня разные есть еще там кстати немного другой это витаминный коктейль с шиповником тоже с облепихой с крапивой земляникой лист черной смородины там еще что-то вот это тонизирующий тоже ли смородины мята гибискус ромашка облепиха чабрец василек шиповник и еще тоже какой-то тамятный есть так вообще любитель чаев и люблю что-то такое знаете необычное так вот сюда можно еще и берега мы положите кончено ну что на этом наш лог сегодня подходит концу не помню показывала ли нет еще дедушка мороз у нас вот здесь вот еще на кухне ползет по окно еще девчонки прицепились сегодня тигренка на этом нашла подходит концу всем огромное спасибо за просмотр всем до завтра всем пока пока